Первый домашний матч саровской команды в рамках областного чемпионата по футболу выдался напряженным и богатым на острые моменты. Счет в третьем туре открыли гости – футболисты из Семенова. Первый мяч влетел в ворота саровчан на четвертой минуте игры. Через три минуты – еще один. Наши футболисты не смогли взять инициативу в свои руки до конца тайма. На перерыв команды ушли со счетом 0-3 в пользу гостей. Главный тренер Семеновской команды с самого начала настраивал своих подопечных на серьезный поединок с саровчанами. Я так предупреждал ребят, боялся, побаивался сегодня, чтобы серьезно отнеслись к игре, потому что команда, в отличие от того, что была в прошлом году, у вас молодые ребятки играли, в этом году саров – интересная команда. Во втором тайме саровчанам не удалось собраться. Атаки на ворота соперников заканчивались отбитыми мячами. Через 15 минут после начала второго тайма футболисты из Семенова забили в ворота наших спортсменов еще один гол. Игра закончилась со счетом 0-4 в пользу гостей. Ребятами доволен. То, что 4-0 выиграет в таком прекрасном, таком хорошем городе, в такой спортивной базе, как Саров, я думаю, для нас это очень приятно. Город очень мне нравится, база у вас великолепная. Я думаю, что здесь должна быть очень хорошая команда. Но хотелось бы пожелать Сарову, руководству города Саров, чтобы обратили внимание на футбол. У вас хороший город, он достоин для того, чтобы команда была, чтобы она гремела, уважала. Для Саровской команды это был второй матч в рамках чемпионата Нижегородской области по футболу. Первый на выезде с Нижегородским с Шор в 8 закончился победой наших спортсменов. Результат домашней игры с одной из сильнейших команд региона расстроил главного тренера футбольного клуба. Класс, мастерство нашей команды не позволяло что-то там поединок переломить. Да, старание было, желание. Но на сегодняшний день этого мало, чтобы добиваться какого-то положительного результата. Одной из главных причин проигрыша Алексей Степанюк считает недостаток финансирования команды. Во всей области все команды сидят на зарплатах, премиальная система. Чем мы, город Саров, такой богатый, необладаемый. И это уже длится не первый год. И как мы можем удержать футболистов, заставлять их тренироваться, если у них у всех есть основные работы. Я ему не могу сказать, ты не ходи на работу, а поехали на игру, на выезд. Вот на это все строится. Футбол строится из мелочей. После двух сыгранных матчей футбольный клуб Саров занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда Семенова поднялась на вторую строчку. Следующую встречу саровчане проведут на выезде. 5 сентября в рамках четвертого тура чемпионата области высшей лиги они выйдут на поле в Дзержинске и сыграют с командой Салю Сормова.